Всем привет! Сегодня выходной и я решила его посвятить разбору моих джунглей после зимы. Надо сделать перестановку, помыть их. И сегодня я решила вам показать хойки, потому что я сейчас их мою, привожу в порядок и буду переставлять. Посмотрите, как красиво у хойки Флавиды загорают листики на солнышке. Какие они красивые, ярко-красные. Хойки вообще имеют такое свойство, каким бычком они повернутся к солнышку, вот там они и загорают. Вот тут вот немножко есть, вот маленький листик загорел, вот еще загорели. Вообще у этой хойки очень красивые листики сами по себе. Вот посмотрите, какая листва. Хойка Флавида одна из моих любимых. Она очень красиво цветет оранжевыми цветочками и при этом имеет красивый миндальный аромат. Так что, если вы любите яркие цветы, еще и с ароматом, очень вам рекомендую ее в коллекцию. Это хойка Миндеренсис. У нее тоже загорели листики, пока она зимой стояла на солнечном окошечке. Сейчас солнышко более сильное. У нее тоже листик достаточно красивый. И ура-ура, это будет анонс цветения. Очень жду. Обязательно запишу видео, потому что Миндеренсис у меня никогда не цвела. По-моему, у меня Миндеренсис Ред. Если я не ошибаюсь, листики тоже очень красивые. Они немножко похожи с Флавидой, но немножко отличаются. Тоже загорает всеми бычками, которые подставляются к солнышку. Это хойка Эритрина Ринз. Она мне очень нравится своими листиками. У нее тоже очень интересные пушистые желтые цветочки. Эта красотка у меня еще пока не цвела. Она не очень большая. Но на сегодняшний день она тоже немножко загорела. Причем так интересно, у нее загорели кончики листиков. Цветочки... Листики очень крепкие довольно-таки. И тоже загорают. Может быть, немножко там ей не хватило солнышка. Но я думаю, что она еще догонит этот момент. И самое интересное, что хойки очень активно цветут на солнышке. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши хойки цвели, обязательно давайте им солнышко... Ну, либо притеняйте, чтобы было либо утреннее, либо вечернее. У меня солнце начинается с 11. Оно достаточно жаркое. Это каким-то хойкам подходит, каким-то очень нежным нет. Но, тем не менее, вот таким вот хойкам, как эритрин, ринз с крепкими листиками, это подходит. Это хойка Матильда. Матильда это скрещенная хойка Серпенс и Корноза. Она мне очень нравится, потому что, если взять, например, Серпенс, Серпенс безумно хоя такая привередливая. Ей нужны определенные условия. Корноза вообще неприхотливая. И эта хойка вот ровно посерединке. Она достаточно неприхотливая. Моя еще цвела довольно-таки давно. Но вот я ее сейчас пересадила. Вот ее цветоносик. Она обязательно зацветет еще. Обязательно сниму видео, покажу. Это хойка Камфорифолия. Тоже листики загорели. Я ее очень много подрезала. Но это не страшно. Она сейчас будет активнее расти. Тоже загорел бычок вот так. Она цветет красивыми, нежными, полупрозрачными розовыми цветочками. Тоже очень бы хотела увидеть. Ну, если чудо случится, я обязательно запишу видео. Это моя лакуноска Эскимо. У нее пропала немножко ее вот эта эскимосность, потому что она у меня живет на солнышке. Но немножко листики еще ее сохранили. Она цветунья, очень неприхотливая. Если вы хотите хойку, с которой можно было бы начать коллекцию, вот я ее и рекомендую. Она очень простая. Вот моя, кстати, сейчас с цветоносиками. Вот, я надеюсь, видно. Красивая. Плетет красиво горшочек. У меня вот тут на каждой веточке по цветоносику. Расцветет, обязательно тоже покажу видео. Это хойка Киньяна Йелл. Она тоже немножко загорела. Была на солнышке. Вот молоденькие листики, видно, что загорели. Хойка как раз из прихотливых. Ее нужно чаще поливать. На солнышке тоже достаточно активно начинает расти. Я ее много подрезала. Сейчас, наверное, уже не буду, потому что хочу все-таки увидеть ее цветение. Она очень красиво цветет желтыми корзиночками. Это хойка Санрайз. Она из крупных. А в хойе Обскура, хойе Санрайз, у нее два названия. Листики довольно-таки будут крупненькие. То есть, вот эта вот длина, это еще не максимум. Она буквально пару дней на солнышке. Я очень надеюсь, что она загорит. Она красиво загорает и зацветет. Я с удовольствием покажу ее цветение. Я вот ради цветочков ее как раз и завела. Это моя черепашка Хойка Эллиптика. Обычная, не сплэшная. Листики ее просто обожаю. Они очень красивые. Мне очень они нравятся. Давно за ней охотилась. Взяла ее вообще абсолютно маленьким черенком. Не знала, выживет, не выживет. Но она выжила. Все хорошо. Ей немножко жарковато здесь. Наверное, ее переставлю с прямого солнышка. Но, в принципе, она уже у меня хорошо подросла. Она очень красиво цветет. У нее такие необычные корзинки. И я вот из-за цветения ее взяла. Но это достаточно большая лианка. Это моя Хойка. Если я не ошибаюсь, Хойт Денсифолия. Она очень похожа на Хойку Кумингьяну. Их часто путаю. Я когда-нибудь сниму отдельное видео и покажу. Они очень похожи в цветах. Но при этом разные в листиках. Тоже у меня цвела. Вот, кстати, есть цветоносик у нее. Так. Сейчас постараюсь его найти. Ага, вот он спрятался. Вот ее цветоносик. Сейчас, когда немножко будет больше солнышка, она обязательно возобновит свое цветение. Цветет очень похоже на Кумингьяну. Но листики разные. Сниму и обязательно покажу разницу. Это небольшой обзор. Всего лишь одной, наверное, третьей моей коллекции Хойек. У меня их очень много. Сейчас многие пошли в рост малыши, которых я укореняла. Я отдельно сниму видео про свои Хойечные корзинки. Детально все покажу. Есть уже Хойки, которые цветут. А, еще покажу одну Хойку. Забыла совсем. Это моя красивая и любимая Цанги. Кто знает, что это за красотка, знает, какой безумно вкусный аромат карамельки. Одна, наверное, из вкусных ароматных Хойек. Вот такая вот красоточка. Она цветет каждый год регулярно, много, обильно. Если вы хотите себе какую-нибудь цветунью в коллекцию, берите ее. Это, в общем-то, такой вот небольшой обзорчик моих Хойек. Как я уже сказала, это одна треть всей моей коллекции. Обязательно сниму еще видео продолжение. Это, скажем так, пробуждение от зимней спячки. Всем хорошего настроения, всем мирного неба, мудрости и силы. Всех обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду рада новым знакомствам. Всем пока-пока.